Хелло, мои дорогие друзья! Большущий вам всем привет и добро пожаловать! И сегодня мы с вами узнаем, что же дальше случилось с Игнисом в его эпизоде. Если вы точно так же хотите как можно скорее это узнать, как и я, обязательно поддержите этот ролик лайком. Ну что, нажимаю кнопочку продолжить. В общем, в прошлой серии, давайте я еще небольшую паузу такую сделаю, чтобы, может быть, вы не знаете или там не видели прошлый эпизод, или уже подзабыли, что там было. В прошлой серии у нас с вами Игнис потерял зрение. Он потерял зрение, мы хотя бы узнали, как он его потерял, потому что мы с вами не знали до конца. Как вы помните, у Ноктиса была неприятная стычка. И когда он очнулся, когда Лунафрея уже погибла, он увидел, что Игнис потерял зрение. Как он потерял, что произошло вообще, какие были здесь сражения, мы сейчас как раз с вами пытаемся узнать. И в прошлой серии у нас было объединение с Равусом, и когда Равус узнал, что у него умерла сестра, он, конечно, был в бешенстве. Но после этого подоспел наш друг Арден и устроил нам тут Харакири полнейшее. Но мы успели схватить кольцо у Ноктиса, одели его, точнее, надели на себя. И все, у нас зрение пропало, но теперь у нас появились дополнительные способности. Так, тихо. И чего? То есть очень интересна сейчас манера сражения. Тихо, тихо, подождите, ребят. А я-то тогда тратила направо и налево зрение, зелье и вообще... Стоп, 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 стоп. Где-то тут у нас... Где у нас тут гадины стреляющие? Я хотела бы их сначала вырубить. Потому что они меня реально напрягают. У него столь мудрые советники. Нифига себе. Так, зелье, пожалуйста, выпей. Такс. Тихо. Оп. Вот тебе Арден. Что даже и не думал, что вот это такие слабые. Внезапнейшая атака. Ага, не туда. Да не то, чтобы все. Причем с этой глупой шарфной. Твоё название к надежде и преданности пустой звук. Арден, а как тебе, если я тебя током немножко шибану? Тебе понравится? Надеюсь. Мне кажется, что эта серия, наверное, будет одна из самых коротких серий. Я просто говорила в самом начале, когда мы проходить только начинали. Я не хотела, чтобы серии были там по часу, по два часа. Чтобы у вас была возможность их посмотреть. Поэтому я решила их разделить. Но мне казалось, что... Как раз три части это будет то, что нам нужно. Так, ультразеликсир. Давай выпьем. Волшебные чары кольца рассеялись. Ох! Это было опасно! Давай-давай-давай-давай, Игнис! Хватит! В смысле? В смысле на сегодня хватит? Вы что? А он тебя, мне кажется, сейчас и не услышит. Решимость вассала выполнена. Хотя у нас глава 3 называлась жертвой, она оказалась самой короткой. Но мы ранг А все-таки получили. Итоговые результаты, общий счет. Оценка великолепна. Что, действительно такое? Слушайте, я думала, мы дольше будем проходить. Ага, Раус. То есть, смотрите, у каждого кто-то вот этот руку потерял. И этот зрение. В порядке? Более-менее. И в этом твоя заслуга. Хорошо. Иги! Где ты? О, боже мой. Иги! Замри. Береги силы. Тебя ждет твое предназначение. Игнис! Как и меня. Да будет к нам милостива судьба. То есть, Раус решил с ними не пересекаться. И к тебе тоже. Ноктис. Пожалуйста. Обалдеть, ребята Просто обалдеть Вроде бы эпизод у нас получился не очень длинный, как вы видите Он получился даже, я бы сказала, короткий Ну как короткий, он законченный от А до Я Но, с другой стороны, как-то вот прям вот Вот как-то взял, он зацепил, наверное То есть, опять-таки, возвращаясь к тому Вот у нас сейчас небольшие еще такие кат-сценки Возвращаясь к тому, что было у того же Гладио Ну, у него просто пошли, потренировались, по сути, подрались и все Мне кажется, что за Гладио даже и был смысл поиграть Наверное, с самого начала Чтобы, как бы, знаете, типа, тактику, методику Пром-то Ну, пром-то это чисто тупо законченный эпизод Он пропал, он свалился И все Мне аж больно смотреть на это, ребят Я не знаю, мне больно реально смотреть Не так, Эгниса, жалко Это просто сердце крови обливается У Эгниса конкретно закончен такой вот Вот с самого начала до самого конца Как ты? Ничего? Ничего О-о-о-о Нокт. Может. Остановимся. Что? Понимаешь? Просто мы понесли уже столько лишений, поэтому... Да что ты несёшь? Поэтому и нужно двигаться дальше. Если я сдамся, их жертвы были напрасны. И уж ты-то... Ты должен это понимать. Решать тебе, Нокт. Но мы... Всегда будем рядом... И готовы помочь тебе. Ты можешь... Положиться на нас. Я вернусь. То есть, я так понимаю, что в итоге Игнис никому не сказал про своё видение. Ох, кошмар какой. Мне его, наверное, из этих трёх эпизодов, это самый был тяжёлый. О-о-о-о, я помню это всё. Такая ностальгия. Я скучаю за финалкой. Я действительно за ней скучаю. Я хочу ещё... Слушайте, знаете, это вот та игра, которую хочется стереть память и пройти заново. Я помню, как мы играли за Гладио. Вот это криповый был момент, я тоже его помню. Кошмар. У Игниса какая-то одна из самых тяжёлых судеб получилась в игре. То есть, все остальные... Ну да, понятно, Ноктис потерял Луну, но... Гладио и Пром-то, в принципе... Ну, более или менее, скажем так. Ну, Гладио только... Шрам получился, и то из-за того, что он решил... Наверное, как-то себя подтянуть, что ли. У-у-у-у, ребята, это тоже было жестоко. Это момент был такой просто топовый. Слушайте, а не многовато ли как-то этих всех перечислений в титрах-то? О, вот это мы с вами всё помним. Мне кажется, сейчас они уже должны закончиться. Костерок. Милота. М. Милота. Скорее всего, у нас что-то должно быть после титров. Но мне так что-то подсказывает. Такс. Нусь. Знаешь, если подумать, было не так плохо. Да. Правда. Так что... Я ни о чём не жалею. Хотя проблем хватало. Вы мне помогли. А теперь я пойду один. Нет уж. Не один. Я пойду... Мне очень дорога ваша помощь. Без неё... Я бы не справился. И даже если вы не рядом... Вы навсегда в моём сердце. Игнес. Спасибо. Хоть бы показали... Игнеса. Игнеса. Почему так грустно? Я не согласна. Слишком грустно получилось. Кстати, друзья мои, у меня оценка А вышла. И посмотрите, вы получили доступ к новому ответвлению судьбы в главе 3. Теперь вам доступна дополнительная часть. Вы получите доступ к товарищескому мачо. Стихийные кинжалы. Кухонные принадлежности. Прекрасно. Вы получили мундир королевского гвардейца. Вы также можете использовать его в основной игре. Так, что я хочу сделать? Раз у нас появилось разветвление, то, что я вам говорила, я хочу попробовать его сейчас посмотреть. Ну, у нас серия получилась 12 минут. Ну, как она может быть 12 минут, если нам нужно с вами посмотреть прям всё. Поэтому, друзья мои, давайте попробуем посмотреть, что же у нас с вами будет в дополнительной части. Ну, в смысле, не в дополнительной. Мы подгрузимся к третьей главе и посмотрим, что в итоге, какой второй вариант у нас появляется. Ну что, ребят, вы готовы? У нас есть вариант бороться или же подыграть. Давайте посмотрим. Он у нас как раз появился. Поехали. Подыграем. Посмотрим, может быть, у нас какая-то другая будет концовка. Мне уже не терпится посмотреть. Слушайте, прибыль к алтарю матери, волны Гнис обнаруживают, что его окружили солдаты Империи. Ардин предлагает ему выбор. Либо Игнис отправится вместе с ним в Нифельхейм, либо сгинет в Пучине. На какую жертву пойдёт юный тактик, чтобы спасти своего друга Ноктиса? По-моему, только в этой части у нас появился выбор. Насколько я поняла, у нас в прошлых прохождениях выбора вообще никакого не было. А вот линия за Игниса — это нечто. Где мы? Где, говоришь? Мы в крепости Зигнафт. Там, где в настоящий момент хранится ваш ненаглядный кристалл. Я тебя заинтриговал? У тебя, наверное, много вопросов. Ардин же, по сути, не дурак. Ответ ищи сам, если хватит смелости. Он же понимал, что Игнис может как-то... Так, там что-то блеймнуло. Раз там что-то блестит, значит, это надо подобрать. Если это правда, он привёз меня в Гралею. Только зачем? Чего он хочет? Алло, бегать будем? Так, стоп, 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 давайте понимать, что у нас как бы... А что, мы бегать не можем? Слушайте, я не могу бегать. Странно. Там что-то лежит, и я не могу к этому подбежать. Ну, подбирай. Ну, чисто в теории, раз эти две концовки у нас доступны, в любом случае Игнис теряет зрение. То есть, я даже прыгать не могу. Ничего не могу делать. Ну, наверное, оно так и должно быть. Там 160, ладно, ребят, ничего страшного. Мы не спешим, в принципе, 160 метров мы так с вами пройдём, проговорим. Чё там, чё там терять-то? Даже интересно. В любом случае, мы должны потерять зрение и должны вернуться обратно. Так как, по сути, это у нас как бы середина сюжета. Получается, кольцо мы не брали в руку? Ага. Собственной крови. Поэтому он преследует Нокта. Камень – кокон души нашей звезды. Колыбель короля, которому уготовано служить сосудом света. И боги, и люди, селившиеся прогнать тьму, ждали пришествия избранного. Ибо только он один смог бы очистить нашу звезду от скверны. Значит, Нокт и вправду избранный король. Боже, да ладно, наконец-то мы побежали. Я уже не рассчитывала на то, что мы сможем бегать. Так, забирай. Нам нужно будет либо там что-то поднять, либо где-то что-то нам нужно будет сделать. Туда, сюда нельзя? Нет, сюда нельзя. Мы же тут прыгать так вот, как я хочу, не можем. Так-трак-трак-трак. Тихо. Ооо, ну что ж такое-то? Тихо. Че вы повылазили? Подождите, чисто в теории? Давайте думать. Если мы типа друзья ордена сейчас, ну... Они должны на нас нападать? Это я так, это я в теории размышляю. Ну вот, я с тобой согласна, хватит уже. Достали. Алло. Так, ничего полезного. Где-то еще кто-то кряхтит. Кряхтит, 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 кряхтит. Такс. Да, я согласна. Ладно. Ледяная атака это нечто. Так, и вниз молочинка. Малорик, ранг. А мы с вами вообще тут на отлично справляемся. Здесь ничего... Так, стоп, ребят. Вот эти повороты у нас прям просто манят. Оп. Оп, не повернула бы, не нашла бы ништяк. Эликсир. Самый настоящий. Можно тут между ног пройти? Да, можно. Между ножью то, что нам нужно. Побежали. Между ножью наших электрических друзей. Дау. Понятно. Значит, получается, когда мы сюда уже пребывали вместе с Ноктисом, чисто в теории, опять-таки, когда Игнис уже потерял зрение, он должен был как-то понимать, что он тут уже чисто в теории был. Но, опять-таки, если у нас он выбрал не альтернативную концовку, а вот то, что мы выбрали, то, в общем, я уже начинаю, ребята, путаться. Ну, то есть, как вы помните, когда мы с вами за Гладио играли, когда они здесь вдвоем бегали. Здесь, как бы, получается, как бы здесь он должен был сам найти кристалл. Так, только давайте без стелсов и прочего. Так, окей. Окей, побежали. Или мы не бежали? А, в лифт. Знаете, я бы сказала, что у нас все персонажи достаточно симпатичные. Кристальный зал, прекрасно. Когда Священное Кольцо наполнится энергией, истинный Король завершит свое Вознесение. Тогда он сможет очистить нашу Звезду от скверны. Только Силу Света может выявить Избранного Короля. Когда Избранный возьмет в руки Глеву Королю, легендарный Камень и Кольцо Света, он обретет силу, большую, чем у богов. Вот оно как. И та же самая сила, сосудом которой будет служить Избранный Король, изгонит из нашей Звезды тьму. Тогда в нашем мире вновь забрежет рассвет. Так, побежали. Будем бежать, потому что времени мало. Это здесь. Получается, мы нашли кристалл. Угу. Воу-гоу. Ты преследуешь Нокт, чтобы отомстить? Да, но мальчишка не самоцель. Для меня он, скорее всего, лишь орудие. Хочу представиться полностью. Орден Люцис Кэлум. К твоим услугам. А Люцис Кэлум? Да, это была жесть. Тот, кто должен был править Люцисом. И кого отправил в изгнание его родной брат. Мой король. Вот бы ты меня так назвал. Я подчиняюсь только истинному королю. Вот как? Ну тогда прощай. Ага, ну понятно, что нас... О, ах ты что-то та самая. Ты нас не слишком ли быстро... Подождите. А, я что-то... Ага, подождите, фото... Фотоаппарат! Хуй нафиг фотоаппарат! Ой, 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 ой. Какой ужас, ребята. У нас даже с Арденом, получается, здесь сражения не было. Нет, у Ардена есть такой, знаете... Бзык в голове, видимо, что он должен быть самый лучший, самый топовый. Одно желание убить избранного короля. А Ноктис просто мальчишка, хоть его и избрал Кристалл. Только он не торопится закатить. Так что придется немного ускорить процесс. А, вот оно что. Для меня этот мир... Не значит... Ничего это... Где ты это взял? Я не позволю, чтобы Нокт пожертвовал собой. Никогда и ни за что. Пусть даже я умру. Я готов заплатить эту цену. Да ты что? Никак не можешь с ним справиться? То есть, в любом случае, теряем зрение. Понятно. Так, ну все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, понятно. Он теперь у нас пропадает сюда. Оу. Так, ну немножечко типа внезапной атаки. Че ты там делаешь? Че творишь? Давай, мы сейчас тебя все равно одолеем. Тогда одолели, сейчас одолеем. Только мне... А, фух, я думал, у меня уже зелени. Давай, 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 давай. Лупи его, лупи. Ага. Все-таки он там встал, че-то. Давай, мы немножко и током зашибачим. Выгнется очень интересная тактика боя. Где ты там встал? Че стоишь? Давай, 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 давай. Нам пока не предлагают переключаться на мороз, это я и не переключаюсь. Вообще-то я и к себе только что нажимала, ну да ладно. Подарайся усерднее. Тихо. Вот и конец. Вот и все. Так все или конец? Слушайте, он какой-то неуязвимый. Мне кажется, он там был бы менее диким. Предлагаю, ладно, его морозить. Потому что в противном случае он будет все время туда-сюда перемещаться. Наверное, в этом есть смысл. Ты где там? Жахнем зелица. Мы знаем, что больше тут сражений быть не должно. Стой там, пожалуйста. Прекрасно. Хорошо. Стой, 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 стой. Старайся усерднее. Так, еще зелье. Нам зеленее, жалко. Тихо, 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 тихо. Сейчас там прыгни, прыгни себе на голову. Ага, все-таки прыгну. Вот и все. Так, что тебе дать-то? Давай эликсир, что ли. Волшебные чары, кольца развеялись. Хорошо. А что это у нас опасность? О-о-оу. Ребята? Чтобы спасти короля, потребуется жертва. А пожертвовать разумом, сдаться, пожертвовать душой. Разумом. Давайте душой, наверное. Договор заключен. Теперь вы можете контролировать кольцо. Ну, сдаться, понятно, что у нас был голубой. Честно говоря, я даже не представляю, правильно мы сделали сейчас или нет. Офигеть. Ваша жертва дарвала вам полную власть над кольцом. Ну, где ты, зараза? Чисто в теории мы наносим ему такой нехиловый урон, поэтому... Чтоб не жаловался мне тут. Вот это он переместился. Так. Давай, 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 давай. Только, пожалуйста, приземлись там, где он находится, а не пустое место. Ну да. Тихо, тихо, я нажимала, я ничего не знаю. Жалость? Да, я согласна, ты жалко выглядишь. Ну, неплохо идем, неплохо, друзья мои. Давай. Еще раз выпим зелье. Так что мы пили, что не пили? О-оу, полезно будет. Мне не очень нравится, что у нее больше половины как бы здоровья. То есть смысла бы нажимать нам вообще его специальную атаку не было. Может, нам пойти где-то попрыгать, потому что у нас как бы здоровье так себе. Все время зелье юзать. Давайте пойдем поищем, может, тут что-то осталось. Потому что в той битве у нас были, правда, по-моему, с Равусом. Видите, мы подкапываем. Ага, все-таки в нас он попадает. Хорошо. Значит, убегать с ним бессмысленно. Я сделаю, что должен! Попадай в него, попади в него, пожалуйста. Давай, Игнис. Хорошо, попробуем огнем его. Может, он огонь чуть поменьше любит. Вообще-то Б я нажимала, это свинство. Ха! Вот тебе! Хватит, я согласна, хватит. Понятно. Так, ультразелий давай. У нас ультразелий тут просто завались, а я что-то не обратила внимания. Вот, согласна. Ну, у ордена не так много здоровья, а у нас много зелий. Поэтому, в принципе, мы можем победить. Готовься! Есть! Хорошо пошла! Слушай, ну топтаться по мне-то не надо. Давай ультразелий жахнем. Потому что оно, как вы видите, восстанавливает у нас до того этапа, где у нас было ранение. Оно у нас не полностью восстанавливает. Куда ты там перенесся? Тихо, тихо, тихо. Зелий жахаем. Старайся усерднее. Ага. И че тебе нужно? Или ты типа уже пьешь? Давай-ка. Опять тире, по-моему, потратили. И? Мы его уничтожили, или мы как бы и не успели это сделать? И ногт. Давненько я не ощущал дыхание смерти. Потом я вспомнил, что бессмертен. Это и благословение мое, и проклятие. Ты хотя бы встретишь смерть не в одиночестве. Потому что твой драгоценный ногтис направляется сюда. Он увидит, как жизнь покидает его друга. Я почти выложил ему кристалл на блюдечке. Но он все равно не желал идти по своей воле. Вот зачем мне понадобился ты. У него уже есть все. И кристалл, и кольцо. Все, что необходимо. Надеюсь, что твоя смерть под нам днём разбудит днём к нам короля. Нет, ну если мы сейчас умрём, я буду переигрывать. Умирать. Да вы чего шутите? Это чего? Финал такой? Слушайте, ребята, мы прошли. Я вам сейчас расскажу, в чём... Ладно. Да, сейчас вам расскажу. Мы прошли. В общем, это была вторая моя попытка. То есть первую я вам показала на ролике. А вторую я вам, собственно, сейчас показываю, в чём была странность. В общем, я начала бой. Все дела тоже самое. Мне предложили выбор между разумом и душой. Нет, подождите, разумом и телом. А, по-моему, разум и душу можно было. В момент на кольцо я выбрала первый раз душу. Сейчас выбрала разум. Дрались, дрались. Дошла где-то до середины здоровья. То есть почему-то сейчас здоровье у него ходило медленнее. И когда было где-то, ну, может, да, где-то половина была, мне снова предложили, по-моему, тело и что-то... И душу, по-моему. И я выбрала, по-моему, душ. И, получается, второй раз нам кольцо дало ещё один шанс. И у меня пошёл отсчёт времени. Пошёл отсчёт времени. И я там, не знаю, там оставались доли секунды. Ребята, серьёзно, оставались доли секунды. И вроде бы мы прошли. Итоговые результаты. Общий счёт. А, великолепно. Фух. Я уже не знала. Я не знала, сколько я буду это перепроходить. Ну, а моя месть... Честно говоря, подождите, пауза. То есть, если даже Игнис, теоретически, может одолеть Ардена, то, получается, Арден не настолько сильный, что ли? Истинного короля, Ногтиса, я всё равно убью. Рано или поздно. Игнис! Ого! Как они нас нашли? Ногт. Как же... Ты... Представь себе. Нам помог Равус. Зачем же ты убежал без нас? Дурачина! Как мы могли? Как я мог? Это моя вина. Ногт. Если я правда спаситель, почему не могу никого спасти? Мне жаль. Вы всё это время оставались со мной. Что принесло вам лишь боль. Хватит с меня. Больше никаких потерь. Даруйте мне силу! Помогите защитить моих друзей! Прошу вас! Вот это поворот! Слушайте, как интересно! Вот это интересный финал. Знаете, поинтереснее, наверное, будет, чем предыдущий. В прошлом мы просто сразились с Арзеном, и типа, ну всё. Окей. Послушай меня. Королю ни за что нельзя останавливаться. Каковы бы ни были жертвы, король всегда идёт вперёд, не оглядываясь. Ну покажите, да мы, Игнесса, маленького. Ну, маленького в смысле. Спасибо. Спасибо, что показали. Фух, ребята, это было нечто. Честно хочу сказать, это было настолько круто. Это был такой крутой эпизод, что, на мой взгляд, это, наверное, был топовый эпизод. Ну вот, серьёзно. Гладио, прости меня, пожалуйста, не хочу тебя обидеть ни в коем случае. Ты навсегда в моём сердце, но тут как-то вот было, знаете, такое вот напряжение, переживание реально за Игнесса. То есть как-то... Ты вот не знаешь, чего ждать, и тем более вторая развязка. Мне кажется, что, по сути, второй финал, это как бы скипание вообще всех приключений. То есть можно было здесь закончить вот этот момент, и следующий начатер, допустим, вот это у нас была часть эпизода, если бы это было в сюжетке. И вторая часть, это было бы уже ногти с 10 лет спустя. То есть всё остальное можно было вообще выкинуть. Приключения в поезде и всё остальное. Но тут это, конечно, было просто нереально круто. И вам, ребятки, задание. Во-первых, напишите, какой из эпизодов вам понравился больше всего. А во-вторых, касательно эпизода Игнесса, напишите, какая из концовок вам понравилась больше всего. Какая вам кажется наиболее интересной, необычной. Какая вам кажется наиболее подходящей для этой игры. В общем, круто. Круто, действительно, очень классно. Игнесс очень классный перс. Да все персы тут просто нереально топовая эта игра. Просто нечто. Я серьёзно говорю, я, получается, проходила эти эпизоды после прохождения сюжетки. Достаточно длительный срок прошёл после прохождения сюжетки. Но всё равно я в восторге. Я в дичайшем восторге. Это буду говорить всё время. И, насколько я знаю, будут выходить новые эпизоды. Мы их обязательно тоже пройдём. Это интересно, это необычно. И, конечно же, друзья мои, я постараюсь ещё записать для вас камридзов. Если хотите, мы их с вами обязательно посмотрим, поиграем. Узнаем вообще, что это за камридзи и что там нужно будет делать. Ну, а пока что у нас ещё нет финала. Я только хотела попрощаться. А тут ребята вышли. Наш путь. Наконец завершился. Да. Пром-то. Гладио. Игнис. Знаете, отдельный респект озвучки. Вот, я не представляю другие голоса на месте наших ребят. Вот они просто вот идеально подходящие. Здорово, Равус. То есть, в принципе, это у нас альтернативный финал получается, что ли? Равус? Он же не умер получается, ребят. Ах, нифига себе. То есть, тут нам вообще эпизод Игнис предлагает другой финал, ребята. О-бал-де-ть. Совершенно другой финал. Это всё вообще по-другому. То есть, получается, у нас части поворотов вообще не было. Я просто сейчас сижу в шоке. Я не знаю, что говорить. Настолько неожиданно. Жалко только Луну, конечно. В любом случае, мы её не успеваем спасти. Ну что, ребятки, вот теперь у нас точно конец эпизода Игниса. Феноменейшн. Я вот сижу... Да нет, это ещё не конец. Да что ж такое-то? Ну что ж вы такие все? Вот я не могу уже. Уже хочется ребятам там сказать на прощание. Нас явно к чему-то готовят. Подождите, ну получается, в этой вселенной Арзен не умер? Тут как бы сражения не было? Или было? Бог его знает. Чего? Ребята, там звука не было вообще-то. Алё. Глава третья, часть вторая, возможно... Подождите, я собиралась прощаться. Какая глава третья? А-а-а. Это типа как-то так вот... Так вот... Так, да, значит, обычная сложность, дополнительная глава. Хорошо. Оценка тактики. 177. Хорошо. Допустим. Слушайте, а что это было вообще-то в конце? У нас сейчас будет как бы продолжение? Да? Да ладно. Или мы сейчас на главную попадём? Не, ребят, как видите, нас на... За счёт прохождения нас перекинуло на совсем другого Игниса. Ну, в общем, ребят, это нечто. Я просто не могу вам передать, как мне понравилось. Очень бы хотелось ещё посмотреть Камридзов. Поэтому, ребят, если вы хотите их увидеть, обязательно ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик возле подписки. Подписывайтесь. Делитесь вашим впечатлением в контак... Ой, ВКонтакте. Да, ВКонтакте тоже можете делиться в комментариях. Увидимся уже в новых интересных видео. Всем хорошего настроения и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова